Всем привет! Немножко поговорим сегодня о медицине в Турции, потому что, я думаю, это те, кто недавно, недавно здесь живет в Турции, немножко не понимает, что происходит, да? Я расскажу немножко про врачей, про их квалификацию, здравоохранение и так далее, что есть люди, которые нарываются на плохих врачей, некачественно обслуживающих, там, некомпетентных всяких, считают, что все, во всей стране все вот так происходит. На самом деле нет. Я точно так же, как и вы, нарываюсь, если так можно выразиться, на некомпетентных врачей. Буквально недавно, еще неделя не прошло, меня обслуживал такой врач, отвратительно ужасный, которого накатала я в итоге, как сказать, жалобу, и этот вопрос решился. Смотрите, есть обслуживание, да, в частных, как в любой капиталистической стране. Ты идешь, платишь деньги. Если ты платишь деньги, еще не говорит о том, что у тебя суперквалификация, там, врач какой-то, что он, например, душевный, сердечный, хороший профессионал. Это просто платные услуги. Да, в Турции идут на врачей по знакомству, по рекомендации. Если хороший, классный врач, отзывчивый, грамотный и с хорошим опытом, за таких держатся, и эти контакты передают из уста знакомых. В любом случае, мы здесь идем в основном по сарафанному радио. В каждой сфере есть какие-то свои врачи там и так далее. Это касаемо любой сферы. Это мы не только врачей берем, любое обслуживание. Как вы пойдете в ресторан, вот там кто-то хорошо обслуживает себя, кто-то ужасно. Например, в одном ресторане очень одинаковое меню, но один повар работает, вот это история из моей жизни, да. Это идеально офигенно вкусно, пальчики оближешь любое блюдо. На вторую смену мы с подружкой в этот ресторан не ходим никогда, мы спрашиваем, кто у них работает. Потому что работают те же продукты, та же кухня, те же официанты, то же меню, но повар так фигово говорит, есть невозможно просто. Это зависит от человека, человеческий фактор. Знать врачей, это надо знакомство, это значит какие-то друзья турки, кто-то уже ходил, да. Обрастать какими-то связями здесь социальными с людьми, чтобы тебе кто-то мог что-то посоветовать. Сказать, что хороший врач или плохой. В Турции важны отзывы в гугле, отзывы на сайтах всяких, да. Потому что здесь, если не нравится и плохо, здесь сразу бегут строчить, кляузничать, плохие отзывы и так далее. Вот вы выбрали врача или какую-то услугу, тот же парикмахер там, турецкий какой-то, да, там, салон маникюрный или еще что-то, зайдите тупо в гугл, забейте, посмотрите, что люди пишут. И там всегда будет истина. Здесь покупаете на трендиоле и хепсимбуро, да, типа, Настя, Валбереса и озона какого-то, да. Считайте комменты и фотки, что люди пишут, тогда выбирайте товар. Здесь всегда по отзывам все, медицина в том числе. И был тоже в комментариях, типа, вот, как же они, какой, как лечить, типа, рак и там, туристическая медицина на уровне, если там, типа, простые болячки лечить не умеют. Это вы попадали к врачам, которые не умеют. Я на днях попала точно к таким же. Но я уже почти здесь 10 лет живу. Я уже столько и хороших, и плохих врачей пересмотрела. И наших, и не наших, всяких разных. Как нарвешься? Тебе никто никогда никакой гарантии дать не может. Если ты плачешь деньги, тебе это тоже не гарантировано, что тебе будет супер какой-то врач именно хороший. Я вот вам честно скажу. Я обратилась к доктору по щитовидке, троить-доктору. Забыла, как он в русском называется. Короче, неважно. Я заплатила за прием по страховке, по СГК заплатила 1000 лир. А так он где-то 2, наверное, стоил. Это еще до финансовых вот этих передряг. Сейчас на 1004 прием стоит. Короче, это дорого. Это уровень профессоров. Он никакой не профессор. Просто в дорогой клинике. Отвратительно меня обслужили. Вот просто вот так вот. У меня было очень много проблем. Я все выложила. Я максимально старалась рассказать на приеме свои симптомы. Что меня беспокоит. Что мне очень хотелось найти решение. Я просто погибала. Он даже мои симптомы слушать не хотел. Им было наплевать. Он меня смотрел вот так вот пальчиком. Короче, это отвратительно было. Я офигела. Я ругалась на ресепшн. Сказала, я к вашему врачу там больше не приду. Я сдала анализы, которые он нам назначил. Тра-ля-ля. Короче, по его, скажем так, осмотру. У меня все в порядке. Как оказалось, потом нет. И потом просто ищите, гуглите, тупо ищите в интернете. Я случайно, чисто через гугл нашла, что оказывается в Стамбуле. У меня просили адрес. Блин, загуглите, что мне это спрашиваете. Загуглите адрес. Просто институт изучения рака щитовидки в Стамбуле существует. В азиатской стороне части. Просто записывайтесь на ресепшн. Берете рандеву. К первому попавшемуся врачу туда я так сделала. Я попала на прекрасного профессора, который мне там брал пункцию и так далее, и так далее. Пальцем в небо. И я закрепилась за этим врачом. Но так как он очень неудобно в азиатской стороне принимается, и европейской вообще даже на машине не наездишься, только в выходной день, в субботу, полдня еще. Короче, это долгая история. Я его контакты поэтому давать не буду. Это очень тяжело. Он вообще престарелый дедуля. Он поработает там условно на последнем вздохе. У него просто классный опыт и там легкая рука. Так я к тому, что существует целый институт изучения рака щитовидки. Может туда обращаться. Узкие опухоли, раки и вся прочая история. Пожалуйста, там узкие специалисты. И таких вот этих центров различных дофига по городу. Не винитесь, поищите. Очень часто многие не хотят выходить из зоны комфорта. Хотят возле дома, чтобы удобно было. Но за хорошим врачом в Турции, к сожалению, надо побегать. За любым. За узким особенно специалистом. Если нашли, держитесь за него. Что касаемо России. Мне тоже писали. Ой, да еще у вас так хреново, фигово с медициной. Вот в России. Я, например, вроде девушка писала в Питере. Даже вот хожу к врачам нормально. Все бесплатно. По полюсу обычному, да, страховому. Все замечательно. Это в России зависит от региона, где вы живете. Не забываем. Москва и Питер. Это как два разных, блин, полушария. И вся остальная Россия, это другое. Не забываем, девочки, что выезжая за МКАД, вы уже под Москвой, вид сервис совсем другой. Может где-то быть классно, хорошо, где-то нет. Я вот говорю про конкретно Новосибирск. Это третий в стране по численности, по размерам город. Я 10 лет, когда ездила в Россию, что-то где-то просто смотрела, там массаж делала медицинский, там у меня мой невролог там был, пока я сюда все это не перенесла. Я ходила тогда, уже 10 лет еще назад, в частную медицину, не в государственную. Уже тогда в Новосибирске было фигово, что-то трудно получить достойный уровень. Мои врачи, которые узкие специалисты, они были только частники. Да, они принимают в государственной комклинике, там где-то сейчас государственная практика. Это раз там в месяц или в два можно взять какой-то типа талончик, ну короче, целая дилемма взять. И вот на данный момент по медицине, я вам скажу, вот был ковид, и очень многих осложнение ковидное, это вылазили, скажем так, предрасположенности, да, хронические какие-то заболевания. И у меня очень много, к сожалению, знакомых и родственников, у кого после ковида нашелся рак различной степени. Очень много, я знаю, людей, которые за последние два года, кто болел ковидом, умерли от рака в итоге, который вылез после ковида как осложнение, после ковида, постковидное. Ну, то есть, ковид сопровоцировал, да, всю эту историю или усилил, скажем так, ускорил эти процессы. Очень много людей умерло. И вот эта тема онко, я им видел, как-то говорила, я лекарства отправляю в Россию, покупаю онко, я в этой теме. Потому что есть члены семьи, которые, слава богу, в ремиссии, там, рак победили, а есть кто не победил. И я знаю, как оказывается медицинское обслуживание онкобольным. Например, в Питере, в Москве и в Томске самые сильные онкоцентры у нас, вот в Сибири, вообще за Уралом, все это Томск. Все, кто до Урала едут в Питер в основном, там тоже в Питере очень крутое отделение есть, именно по всяким ракам желудка, вот этим внутренним органам. Если ты тупо хочешь жить, и у тебя нашли рак, быстро развивающийся, смотри, когда у тебя там стадия, ты за свои деньги идешь в частную туда, в Томск ложишься, короче, лечишься. Назовем так без очереди. Государственное, вот оно есть, пожалуйста, в очереди. Доживешь ты свою очередь или нет, дождешься ты ее, ну от тебя зависит. Вспомогательные все лекарства, типа аналоги всякие, да, они где-то есть, но их никогда нет в наличии. Это не сейчас, за пять месяцев последних, а последние два года я вам рассказываю. То есть ситуация с медикаментами, специалистами и так далее, зависит индивидуально от места, где вы живете, в России в том числе. Точно такая же ситуация, как вот здесь у меня в Турции, точно так же. Ты хочешь лечиться, плати деньги, ищи специалиста узкого. Хочешь, чтобы побыстрее, не хочешь, иди ему к первому попавшимся, так же и в частной клинике или в государственной клинике, без разницы. Не говорю о том, что в Турции плохие врачи в государственном клинике, да нифига, есть классные, и очень много. Еще многие пользуются государственной медициной, вообще никаких проблем нет. Я хочу отметить, что это нормально, и так в многих странах, и не только в Турции. И я на днях обслуживалась ужасного врача, который неправильно диагностировал заболевание, неправильно назначил лечение. Да мне хорошо, что у меня есть медработники в семье, которые могут подкорректировать всякое лечение и тому подобное. Отвратительное обслуживание было, неправильно подобренное, напомню, лечение. Запустили там болезнь несколько дней, вошли ухудшения и так далее. В частной клинике за деньги. Я же не иду, не ору, все говно, ужасно лечиться, вообще отвратительно. Вот у нас там так классно на родине, здесь такое фу, бе. Я прекрасно знаю, я видела просто по обслуживанию, что это плохой врач. Я уже знаю, как это видеть. Отношение какое, как он смотрит, вопросы никакие не задают по самочувствию, просто тупо по схеме. Такая-то температура, такой-то симптом, все-все, до свидания. Капельница, там вот вам антибиотики и тому подобное. Чего, кого вообще не всматриваются. Анализы, я просила анализы назначить. Кроме, говорю, хоть возьмете, посмотрите, вообще показатели. Вы, говорю, капельницу ставите, чего вы там ставить будете? Ну, вот такой у нас разговор был. Естественно, я этому врачу не понравилась. Вопросов много задаю, слишком, бля, умные тут всякие. Анализы вам надо еще, бля, берите, что дают, короче, да, за свои деньги, по сути. И когда я потом с ухудшениями вернулась через несколько дней, и я нарвалась, скажем так, случайно абсолютно в коридору, на менеджера в больнице, который дежурно был, назовем, замдиректора. Я как выдала, говорю, сейчас я вам, говорю, он такой, пойдемте сразу в кабинет. Просто орать-то я уже начала, что я говорю, это что-то, говорю, такое, блин. Только хуже становится мне, что у меня уже госпитализация, по сути, показанная. Еле ноги таскаем. Короче говоря, извинились. Не знаю, где там этот врач, что будет с ним. Я думаю, это не первая уже жалоба, потому что лицо было у менеджера понимающая, типа он в курсе, что происходит и так далее. И в тот день, короче, любые мои анализы, госпитализация другого специалиста мне дали. Все это в тот день было для меня в частной клинике бесплатно. Так сказали, вот для вас сегодня все бесплатно. Делайте вообще, что хотите, или к любому доктору идите. За наш счет все. Ну, потому что там заболевание, короче, запустили состояние и так далее. Чтобы я не пошла в суд там и не писала плохих отзывов. То есть клиентоориентированно со мной очень хорошо побеседовали. Я осталась, назовем так, с компенсацией довольна. Вот, это все индивидуально. И есть везде хорошие и плохие врачи. И везде по всяким там знакомствам, советам и рекомендациям и так далее. И есть везде. То есть мы уже настолько дошли с мужем, что мы любую болезнь что-то, симптомы, мы все гуглим. И мы не лечимся по гуглу, но мы проверяем в гугле симптомы и так далее. То есть так, именно адекватность врача. Потом я обращаюсь к своим врачам в семье на родине у себя, звоню там, да, да, да. И они мне уже тогда вердикт точный, так, врач компетентный, нет, можно, правильно ли назначает решение, правильно ли что-то говорит и так далее. И все окей тогда. Вот у нас вот такая постановка. Врач. Так мы потом его слова перегугливаем, проверяем. Потом я проверяю через своих родственников. Мне говорят, да, окей, даю добро, так можно лечиться. Вот так вот нельзя, или там хрень какую-то вам несет, вот это не делайте и так далее. Пишите в ваши комментарии, что вы думаете об этой истории, по этой теме врачебной. Я считаю, что это просто издержки террористического образа жизни, строя и так далее. Это все везде вот так. Везде есть хорошие и плохие врачи, надо просто, скажем так, найти своих. И обрасти вот этими связями, контактами и вот все. Спасибо всем за внимание, жду в ваших комментариях. Скоро увидимся, всем пока.